4 женские ошибки в тренажерном зале Если вы тренируетесь ежедневно, вы не даете мышцам возможности восстановиться И следовательно, они никогда не приобретут большей силы и тонуса Очень важно давать каждой группе мышц отдыхать хотя бы 48 часов между тренировками Вы можете подумать, что это безумие, как мне когда-то так казалось Однако, если вы будете работать над группой мышц интенсивно и тщательно, вы увидите прекрасные результаты Предоставляя мышцам полную неделю на восстановление Поверьте, это работает Не бойтесь позволить мышцам расслабиться, отдых также важен, как и работа Пример четырехдневного сплита будет приблизительно следующим Понедельник – грудные и бицепсы Вторник – ноги, среда, отдых Четверг – плечи и трицепс Пятница – спина, суббота и воскресенье – отдых Боязнь гантелей Этот момент по-настоящему раздражает Такое ощущение, что многие женщины до сих пор придерживаются устаревшего мнения Что они станут слишком большими, если будут поднимать тяжести Поверьте мне, вы никогда не превратитесь в невероятного халка, если будете просто поднимать гантели В вашем теле не произойдет каких-либо значительных изменений В результате одних только кардиотренировок Конечно, вы сможете сжечь немного жира, но что останется под ним? Когда вы от него избавитесь? Вы будете продолжать ощущать себя толстый и дряблый Именно силовые тренировки помогают женщине обрести сексуальные руки Плотные ягодицы, рельефные кроножные мышцы, плоский живот и общий привлекательный вид Не говоря уже о том, что чем больше мышечной массы вы несете в себе, тем больше калорий сжигаете Даже когда отдыхаете Мышечная ткань прожорлива Вы сможете безнаказанно потреблять намного больше калорий, если будете усердно работать с отягощениями Вы даже улучшите плотность костей и облегчите борьбу с остеопорозом Вас приятно удивят результаты Не пить воду Это относится не только к женщинам В самом деле я редко вижу кого-либо в зале, кто потреблял бы столько воды, сколько следует Если вы понаблюдаете за соревнующимися бодибилдерами в зале, вы возможно заметите, что они выпивают очень много воды Во время тренировки мы потеем и теряем много жидкости Если ее не восполнять, вы устанете раньше времени Кроме того, вода вымывает токсины, помогает сохранить суставы здоровыми Предотвращает головокружение и обмороки Ускоряет метаболизм Снимает усталость Вы по-прежнему думаете, что нуждаетесь в чрезмерных кардиотренировках, чтобы оставаться в форме Подумайте над этим Чрезмерные кардионагрузки увеличивают уровень кортизола в организме Это приводит к разрушению мышечной ткани Чем меньше мышечная масса, тем медленнее ваш метаболизм Сохраните благоразумие Самое оптимальное проводить кардиотренировки 3-4 дня в неделю от 30 до 40 минут за раз Конечно, каждый организм индивидуален Так что вам придется провести небольшое расследование, чтобы узнать, какой уровень кардионагрузок подходит именно для вас Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok